Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, я говорил об этом вчера, и это наконец-то произошло. Кое-что произошло сейчас, чего не происходило последние 4 года. Давайте повторю, то, что произошло сейчас, не происходило уже 4 года. Я говорю сейчас про закрытие месячной свечи. Эта месячная свеча закрылась выше, чем любое другое закрытие месячной свечи во всей истории биткоина. Каждые 4 года у нас происходит это, и каждый раз, когда это происходит, это индикатор для крупного движения на биткоине. Происходит ли то же самое в краткосроке, что я делаю с моими трейдами, обо всем этом поговорим сегодня. И да, я в своей одежде для серфинга. Собираюсь посерфить немного. Мо уже там, а солнце садится. Так что я собираюсь выпустить это видео максимально быстро. Так что давайте перейдем к контенту. Итак, это у нас месячные свечи на биткоине. И да, мы также перейдем на ближайшее время. Но, как вы видите, буквально несколько часов назад, я уже говорил об этом. Закрытие месячной свечи выше, чем любая другая месячная свеча до этого. Последний раз это случилось в конце 2020-го. Мы поднялись с 13 тысяч прямо до 60. До этого это случалось в 2017-м году. После закрытия этой месячной свечи цена взлетела наверх. До этого это случалось. И, кстати, это было в первый раз. В 2013-м году, когда мы пробились через максимум 2011-го. После этого цена выросла почти что в тысячу раз. С 16 тысяч до 1200. Так что сейчас я ожидаю чего-то подобного. Давайте полностью объясню вам мои мысли. Да, я вижу 11-летнее сопротивление. И да, есть вероятность того, что это был максимум бычьего рынка. Но я не думаю, что это действительно так. Потому что я думаю, что в этом бычьем цикле мы восстанавливаем потери, которые появились у нас на долларе. Из-за того, что денег печатается больше, чем когда-либо. И экономическая нестабильность выше, чем когда-либо. Это просто вопрос времени. Когда модели типа сток-то-флоу или другие модели, основанные на долларе, будут нивелированы. Потому что печатание денег просто на каком-то невероятном уровне. Именно поэтому я ожидаю, что в этом году биткоин в 2021-м году пробьется через 11-летнее сопротивление. Это сопротивление у нас работает с 2009-го года. Так что почти что 12 лет уже. Давайте перейдем на ближайшее время для биткоина. Потому что там всегда есть то, о чем можно поговорить. Давайте перейдем на четырехчасовые свечи, и я, пожалуй, выключу Wi-Fi. Кстати, да, ребята, давайте по-быстрому поговорю про мой трейд. Потому что люди до сих пор спрашивают, открыт ли он. Да, ребята, 1,2 миллиона долларов прибыли. И также есть еще трейд на чейнлинке. 13 тысяч долларов прибыли. У меня все еще открыты эти трейды, и если вы также хотите открыть их, вы можете перейти вниз в описание. Там внизу в описании у нас есть бонусы на 7400 долларов. Вы можете кликнуть по этим ссылкам, например, на Bybit. Это моя любимая биржа. Вы можете сделать аккаунт там и получить 5100 долларов совершенно бесплатно. Кликайте по ссылке, делаете аккаунт, и после депозита вы получите эти бонусы. Сейчас же давайте по-быстрому поговорим про четырехчасовые свечи. Если честно, я не особо им рад. Да, я все еще по-бытии настроен на биткоин, но от этого прорыва из нисходящего клина я ожидал большего. Мы все еще в плюсе, конечно, из этого трейда, если вы, конечно, торговали на этом паттерне. Но уж слишком много отскоков. Но даже на последнем отскоке мы не ушли выше предыдущего максимума. Я хочу, чтобы биткоин ушел выше этого. И если биткоин уйдет выше предыдущего уровня отклонения, 62 925 долларов. Только так я смогу сказать, что это будет удачным прорывом. И мы дойдем до 66 тысяч долларов. Пока что эта штука немного разочаровывает. Она слаба. Поэтому, быки, будьте сильнее. О, просто посмотрите на это. Итак, быки, будьте сильнее сейчас. Спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки для нового рекорда. А также обязательно кликайте по ссылкам внизу. Ну и, конечно, оставляйте любимые альткоины в комментариях. Постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр и мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока.